А мы вам обещали и предоставляем беседу о вчерашнем обращении президента Владимира Путина, ну и, конечно же, о послании его для нас, граждан России. Вместе с нами обсуждать эту тему будет Эльвина Сиитова, политолог. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Прекрасно выглядите, спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо большое. Итак, конечно же, я думаю, что большая часть граждан смотрели обращения президента и, конечно же, не могли не обратить внимания на то, что следующая неделя выходная, но не об этом. Подожди, подожди, а мне интересно, а вот у вас выходной будет? Ну, я работающий в университете, в Крымском инженерно-педагогическом, там у нас отдаленное дистанционное обучение. Все же по традиции придется. Вторую неделю, нет, мы все-таки будем отдыхать, но у нас дистанционное обучение и без того. А на телевидении, вот я думаю, что мы будем в строю все-таки информировать наших граждан. Не удастся посидеть, значит, пообразовываться или там пообразовывать с кофе дома. Скажите, пожалуйста, пока Дима замолчал, у меня есть возможность что-то спросить по поводу Конституции, поправок. Владимир Владимирович сказал, что с 22 апреля голосование переносится на неопределенный срок. Чем же чревата эта ситуация для нас? Да, собственно, ничем не чревата, только вот будет перенос, новый день, хотя мы уже привыкли к мысли о том, что голосование будет 22 апреля, но тем не менее ничего страшного, учитывая, что закон нам позволяет, то есть нарушения закона здесь нет, закон о поправках, поэтому абсолютно свободно будет произведен перенос голосования, поэтому, как вчера президент подчеркнул, здоровье граждан превыше всего, хотя, конечно, поправки в Конституцию чрезвычайно важны, и для нас, для всех это на самом деле исторические вещи, и для самого президента тоже, но будем исходить из того, что здоровье граждан на самом деле превыше всего. Также он обратил внимание, касательно праздников 9 мая, там тоже будут какие-то перемены в связи с выплатами друженикам пруда, да, ветеранам пруда. Да, это 75 тысяч, вы имеете в виду он. Да, да. То есть выплаты будут производиться раньше для того, чтобы все успеть, и все наши ветераны на самом деле получили заслуженные деньги. Но все-таки, а на какой срок неопределенный может, значит, отложиться голосование? Да, давайте будем исходить из официальных сообщений, пока точной даты нет, и, видимо, наше руководство будет ориентироваться на то, когда, собственно, вся эта история с коронавирусом регулируется, и будет более-менее безопасная и стабильная обстановка. Пока нет даты, но есть основания полагать, что наверняка, может быть, это будет начало лета, хотя здесь тоже нужно думать, потому что это выпускные экзамены, а голосование будет в школах, в том числе в учебных заведениях. Поэтому давайте дождемся официальной даты, когда она будет определена, и самое главное, когда ситуация вся эта с коронавирусом урегулируется. Что мне подсказывает, это будет в середине июня. Я так почему-то думаю, как раз-таки все реально освободят учреждения и не успеют расслабиться и навсегда их, ну, на три дня, на выходные, так сказать, летние их покинуть. Но что же касается бизнеса, тоже говорилось о поддержке. Вот могли бы расставить нашим телезрителям, может, для себя на что обрастили внимание в этом сайте. Да, на самом деле, учитывая ту ситуацию, которая складывается, тем не менее, вот у нас будут еще недельные каникулы, и очевидно, что бизнес, он будет испытывать какие-то сложности, какой-то кризис. И вот, на самом деле, ответственное государство, оно всегда обращает внимание на то, чтобы поддерживать всех. Поэтому и вот бизнес в том числе нашли механизмы, как поддержать. Я думаю, что это чрезвычайно важно, в том числе и вот по кредитам, по ипотекам. Это поддержка и наших граждан, в том числе и бизнеса. Поэтому я считаю, что государство очень мудро поступило, учитывая ту ситуацию, которая складывается, поддержав в том числе не только бюджетников, но и бизнес тоже. А что же говорить, допустим, о безработных людях, там, если не ошибаюсь, тоже шла речь о том, что... О повышении... Повысили, да, с 8 тысяч. С 8 до 12 тысяч. Да, безусловно, это важно. Это такая, знаете, подушка безопасности для того, чтобы вот наименее социально защищенных людей вот в этой сложной ситуации тоже поддержать. Вот как уже подчеркнула коллега, с 8 до 12 тысяч будет повышена эта плата за безработицу. Ну и очень интересно, что же вот означает для людей, которые не разбираются там ни в бизнесе, ни в каких-то экономических тенденциях, было сказано, что мораторий на банкротство, если я правильно... Что это значит вообще? Да, что это значит вообще? Как это понимать? Да, то есть у каждого бизнеса есть определенные обязательства, и учитывая тот кризис, который мы сейчас наблюдаем, ну, те сложности, да, в том числе с экономикой, с которой будет наша сталкиваться, нужно обезопасить наших граждан, в том числе и от банкротства. Поэтому эта мера тоже чрезвычайно важна для тех людей, которые занимаются частным бизнесом. То есть если все, допустим, не так складывается, как хотелось бы в бизнесе, то можно сделать какую-то отсрочку, да? Ну, я так понимаю, что да. Тут нужно говорить еще и со специалистами, потому что это такое, ну, новшество для нас такое. Они, возможно, более детально это и объяснят, но я считаю, что это мудрая позиция для того, чтобы создать такую подушку безопасности. Ну что ж, я напомню, что с нами о выступлении вчерашнем Владимира Владимировича Путина разговаривала Эльвина Сеитова, политолог. И прямо по курсу у нас? Рубрика, которую прямо сейчас и посмотрим.